всем привет меня зовут мария мироневич и вы на канале как похудеть я похудела уже на 49 килограммов и сегодня хочу с вами поговорить о том что же после похудения как меняется жизнь после похудения и что вообще ждет всех тех кто только начинает после этого самого похудения потому что на моем опыте все самое интересное именно тогда и начинается один из самых часто задаваемых вопросов от вас и в личных сообщениях и в комментариях под каждым видео это номер один номер один это вопрос не хочется ли мне чего-то такого эдакого и так далее я так понимаю что люди подразумевают какие-то запретные продукты которые не входят в список тех продуктов которые я управляю для похудения кстати продукты от которых я отказалась для того чтобы вести здоровый образ жизни и снижать свой вес это видео вы можете посмотреть по ссылке она появится вот здесь на самом деле я периодически испытываю по старинке какие-то сигналы от шоколадок они меня периодически ввлекут к себе практически тянут ко мне руки но самое главное как я поступаю в этой ситуации в этой ситуации я оглядываюсь назад и понимаю какой огромный путь я прошла и прекрасно понимаю что это все в прошлом а впереди меня ждет замечательное можно даже сказать светлое будущее и я в это прошлое в котором я весила 120 килограммов страдала из-за проблем со здоровьем из-за комплексов в общем я думаю кто весил больше 100 прекрасно понимает о чем я сейчас говорю совсем не хочу возвращаться а то чего я хочу я делаю каждый день я просыпаюсь пораньше у меня замечательные вкусные полезные завтраки и обеды и ужины я практически каждый день естественно по погоде и от состояния здоровья гуляя на улице и так далее так что такого мне хочется вот теперь такого именно мне и хочется через два года начала моего пути и когда мой вес уже достиг нормальных пределов и так номер два еще один ваш вопрос что же теперь контроль на всю жизнь никакой свободы свобода очень растяжимое понятие потому что для таких людей как я были вот эти вот качели либо мы едим все подряд это как раз таки было для нас до такой вариант свободы либо мы вот здесь на этих качелях и мы себя держим в ежовых рукавицах ограничиваем ничего вкусного приятного не едим питаемся бы гречкой либо сидим на диетах и так далее оказывается что есть другой вариант свободы и анархия да вот такая мне аналогия пришла не равно свобода и у нас есть свобода не есть то что нам не нужно у нас есть свобода отказаться от вредных ненужных вредящих здоровью привычек и именно это та свобода которая есть у меня сейчас то чего так долго не хватало собственно говоря поэтому я и достигла гигантского веса 120 килограммов по поводу того контролирую ли я каждый кусочек который отправила в рот нет я этого конечно не делаю потому что это вдалеке вообще находится такое поведение от поведения нормального обычного человека который не хочет больше посвящать всю свою жизнь идея либо поглощая ее либо находясь на диетах ограничивая себя и так далее просто я употребляю именно те продукты которые входят мой метод чувствую себя отлично и не хочу больше посвящать всю свою жизнь еде и конечно же для меня теперь это и есть та самая настоящая свобода без перегибов ту или иную сторону номер три номер три я хочу добавить от себя потому что с этим я столкнулась недавно для меня это вообще неожиданность потому что честно и я ждала когда достигну какого-то размера ну одежды я имею ввиду когда я смогу в любом практически магазине одежды найти для себя какую-то понравившуюся модель и все оказалось намного сложнее честно это очень интересно потому что раньше когда ты толстая ты приходишь в магазин прячешь глаза примеряешь хоть какую-то одежду и та одежда собственно говоря которая на тебя и нарезала это и есть твой гардероб на любой из сезонов сейчас оказывается выбор одежды большой но многие модели мне не нравятся и теперь приходится перемирять большое количество одежды чтобы найти ту одежду которая нравится плюс сейчас в моде нелюбимы мной абсолютно за годы что я весила намного больше ста плюс сайз и поэтому это правда для меня вообще огромная неожиданность я ждала когда наконец-то смогу пошопиться и теперь получается что это сложно это очень интересно именно такого результата честно я не могла предвидеть что столкнусь с такими не могу конечно это назвать трудностями но вот с такой особенностью похудев на 49 килограмм у меня по-прежнему проблемы с тем чтобы найти одежду это действительно немного странно кстати если вы тоже похудели на большое количество килограмм или даже небольшое не всем обязательно весить больше ста то обязательно поделитесь в вашей истории ваше мнение в комментариях как у вас с одеждой может быть только у меня в одной такие проблемы может быть я слишком привередлива и так номер четыре когда я только начинала свой путь больше двух лет назад я прекрасно понимала это собственно говоря лежала на поверхности что у меня проблемы с едой с ее употреблением в общем у меня проблемы с отношениями к еде с едой и так далее я не могла представить что для того чтобы эти самые отношения наладить отрегулировать можно так сказать придется даже не то что придется а незаметно для самой себя за два года изменится вообще полностью вся моя жизнь изменится мой образ жизни изменятся мои привычки взгляд на многие привычные вещи изменюсь я причем в достаточно взрослом возрасте изменюсь в лучшую сторону изменится мое мышление в общем за два года произошло огромное количество положительных изменений и самое главное что нет только и не столько в еде оказалось что все намного сложнее и как вот какой-то клубочек который нужно по ниточке постепенно распутывать что все намного сложнее проблема по-прежнему не в том что мы не знаем что нужно съесть и не знаем что нужно не съесть все намного сложнее интереснее многограннее и именно с этим я столкнулась на своем пути снижения веса узнала много интересного и стала другим человеком не только внешне и номер пять это опять мои собственные наблюдения я хочу все-таки по поводу внешности немного сказать потому что есть две вариации меня когда я весила 70 килограммов это до того 70 килограммов как я растолстела и стала весит 120 и теперь есть новая вариация меня когда я снова вешу 71 после того как весила 120 килограммов и эти две физические формы в которых я одинаковое количество килограммов весила не равны друг другу это меня наверное удивило потому что когда ты мечтаешь о том что ты однажды похудеешь либо надеешься что ты все-таки сможешь на такое большое количество килограммов похудеть тебе представляется именно та форма от которой ты ушел в сторону большого веса но все немного по-другому конечно же со мной целлюлит растяжки где-то по-прежнему отложения жира кожа моя не самом идеальном состоянии но если сравнивать как всегда что с чем сравнивать если сравнить меня сейчас с мной когда я весила 120 килограммов то я выгляжу просто как супермодель можно наверно так сказать но естественно если сравнить меня же которая весила 71 килограмм до того как растолстела выгляжу я немного по-другому и конечно я была моложе выглядела лучше потому что не прошла всего того пути потолстения и похудения поэтому не совсем верно когда вы ждете когда вот будет тот самый долгожданный результат представлять себе ту форму в которой вы были это на моем личном опыте чтобы это вас не удивляло не шокировало может быть что вы будете выглядеть отлично но по-другому это будете новые вы будет новая ваша замечательная форма вот такое у меня получилось видео потому что от вас очень много вопросов потому что я правда очень намного килограмм похудела и вот такое вдохновение нашло решила спонтанно поделиться обязательно жду ваши вопросы возможно дополнительные какие-то вас остались либо вы захотите поделиться вашим опытом потому что у нас большое количество людей которые тоже просто супер молодцы расстались большим количеством килограммов либо вы новичок в нашей компании и у вас есть дополнительные вопросы либо просто хотите что-то написать жду обязательно это в комментариях а с вами была мария мироневич которая похудела на 49 килограммов я желаю всем любви добра и всего самого лучшего